Смотрите, кроме основных вот этих базовых, скажем, двух курсов, действительно, благодарю тебя, Наташа, за этот вопрос, есть курсы, которые уже для практиков. Эти курсы, они, ну скажем, в систему встроились постепенно со временем, потому что в системе уже практически 20 лет, можно сказать. Опять же, по потребности практиционеров, потому что мы же знаем, да, иногда мы на какой-то инерции неделю, две, месяц мы продолжаем, а потом как будто бы мы начинаем затухать, да, нам не хватает какой-то практики, мы, бывает, утыкаемся где-то, как будто бы сами справиться с чем-то не можем, или вдруг какие-то вопросы возникают, какие-то конкретные. И поэтому в тета-хилинге постепенно, скажем так, по запросу практиционеров потихоньку-потихонечку стали, ну скажем так, образовываться другие курсы именно для практики. И один из таких курсов, ну скажем, третий там по счету, скажем так, если говорить о каком-то счете, именно родился курс, который называется «Манифестация изобилия». Это курс, который работает с вопросами именно изобилия. Не только денежного изобилия, не только с вопросами финансов. Потому что, как правило, финансовые вопросы, вопросы денег, они не лежат в этой сфере. Они, ну, у них ноги хоть откуда могут расти, собственно говоря, или корни какие-то быть в разных, ну скажем, каких-то восприятиях. Потому что сколько людей, столько вопросов. Сколько людей, столько решений. А 10 человек посади, у них может быть одна и та же проблема. Но причина у каждого своя. И поэтому вот этот курс, он такой, логично родился, как следующий для практиционеров, для того, чтобы поработать с изобилием. С изобилием того, чтобы чувствовать наш мир, для того, чтобы быть изобильных в эмоциях, в переживаниях, в позитивных, конечно же, я имею в виду. Как улучшить свою жизнь, как изобилие, и быть изобильным вообще во всем. Ну, в том числе, конечно, и финансовая сфера. А как уметь манифестировать, осознанно манифестировать, ну скажем, создавать свою реальность через манифестацию. То есть там как раз именно вот эти навыки отрабатываются. И также на этом курсе уже, ну скажем, такой вопрос, то, что мы называем божественным расписанием, или нашим как бы божественным путем, тоже рассматривается в этом курсе. И так все последующие курсы. То есть, например, как родился курс интуитивной анатомии, он идет три недели. То есть это курс для практиционеров, когда мы именно работаем только с вопросами тела. И причем на каждую систему отводится один день. Наше тело, оно способно удерживать, то есть наши клетки, оно способно удерживать программы, убеждения, отрицательные эмоции, какие-то переживания. Ну то есть то, что мы говорим, блоки, они могут как раз, ну скажем, быть в теле. В разных системах, в разных органах, в разных местах. И именно на этом курсе, мы рассматривая каждую систему, мы рассматриваем, какие убеждения связаны с той или другой системой, или какие-то чувства связаны с той или другой системой. То есть там на каждую систему отводится один день. Для того, чтобы, ну скажем, максимально подчистить, проработать это. Да, группа работает. Ну то есть смотрите, там получается 15 дней, и почти в каждом дне по 2 сессии, кроме других практик. То есть люди работают друг с другом, друг другу дают сессии. Ну вот если мы 2 умножим, примерно 30 сессий, то получается... Это работа с убеждениями. То есть раскопка. Замена убеждений, загрузка чувств. Ну и любые другие техники, которые мы называем целительскими в тетахилинге. То есть это работа внутри утроби, свободно плавающие воспоминания, психические крючки атаки, практика базового исцеления конкретно. То есть все разные техники. Дни мы изучаем тело, мы его очищаем, скажем так, выясняем, как работать с другими людьми, как работать с собой, на что стоит обращать внимание. То есть много разных практик, которые мы там изучаем. Еще дополнительно к тем, что мы уже знаем, и базово продвинутого курса. То есть как бы расширяемся. Получается, если я владел техниками тетахилинга, получается, неизлечимых болезней нет? Да. Неизлечимых болезней нет. Если ребенок с 7 лет до 9 лет находится в тетах... До 7-9 лет. Почему они болеют в это время? Дети не имеют своих систем убеждений до определенного возраста. Даже болезни родителей. И они присоединяются к системам убеждений других людей. Ну как присоединяются? Не то, что прилиплись писать. То есть поддерживают убеждения своих родителей. Потому что это главные... Как сказать... С момента рождения и вообще с момента зачатия, в общем-то, это главные действующие лица в жизни человека до какого-то определенного периода. И поэтому дети поддерживают систему убеждений своих родителей. То есть мы их взяли до 9 лет и принесли по жизни? Фактически, да. Кое-что подкорректировали со своим... Да, поэтому когда мы работаем с маленькими детьми, то мы работаем в первую очередь с родителями. Дети сами по себе очень хорошо принимают загрузки. И когда мы работаем с маленькими детьми, то мы работаем с родителями. То есть когда работаем с убеждениями, делаем. И только с согласия родителей мы можем делать любые церетические техники для ребенка и в момент исцеления. И любые-любые техники с согласия, конечно. Мамы там или папы, несмотря кто работает. Но работаем с убеждением, мы работаем конкретно с родителями. Дети вообще на самом деле очень хорошо принимают исцеление, но, скажем, что их блокирует, это их папа и мама. Потом уже начинает, у них свои позиции начинают выстраиваться, то есть они уже начинают размышлять, создавать свои системы убеждений и так далее. И с этого возраста уже примерно с 7-9 лет нужно уже работать конкретно с ребенком. Когда маленький ребенок болеет каким-то неизвеченным заболеванием, уже скажут, что он с родителями что-то собирает? Часто это бывает уроками для семьи, конкретно для родителей. То есть это как выбор конкретного человека. Давайте будем так, пока не будем использовать термины души, духа и так далее. То есть это уже как бы выбор самого человека для того, чтобы обучать чему-то родителям. Например, любви, достоинства и так далее, каким-то полезным вещам, скажем так. И когда вот это сбалансируешь, уравновешиваешь, то, в общем, все происходит наилучшим образом. Мы можем, заменяя программу, не иметь каких-то чувств. Иногда у нас могут быть чувства, да, вот как, например, в данном конкретном случае, допустим, что чувства есть, но нет программы, и мы их то чувствуем, то не чувствуем, и как-то все, ну так скажем, неоднозначно получается. Тогда, когда мы меняем программу, эти чувства, как бы, скажем, полноценно включаются, и действительно состояние человека меняется. Даже на ощущение эмоций, не знаю, каких-то внутренних состояний, ну как будто, как мы говорим, летать хочется, энергия, прям прилив энергии такой очень сильно идет и так далее. Ну, какие-то разные критерии там могут быть у каждого, опять же, свои, да. Но точно так же иногда, когда мы меняем вот так программы, может не быть чувств. И тогда их нужно загрузить дополнительно. Поэтому, когда мы проверяем какие-то вот эти программы, то можно проверять еще и так же тестом чувства. То есть у меня есть программа о том, что я люблю себя, но могу ли я чувствовать, что я люблю себя? Само чувство есть у меня или нет? Тоже так же мы проверяем тестом. Если чувства нет, мы его загружаем. То есть в данном случае мы, тем, кому потребовалось это, мы изъяли, скажем, программу «Я не люблю себя», и на место ее встроили программу «Я люблю себя». Ну, то есть у кого-то здесь не совсем понятно получилось. Если так нет, вот такая происходит ситуация, что вроде мы меняем программу, а как будто бы она не заменяется. Это может быть просто, потому что чувства такого нет. Да? Что, ну мы же приходим, если мы приходим с каким-то предназначением, то мы же приходим к тому, чтобы его осуществить. Ну, как бы быть в этом предназначении, да? Ну, пройти по нему там или вместе с ним с предназначением. То в этом случае, как раз, если есть предназначение, то оно не может быть отрицательным. Ну, вот назовите мне хоть одно отрицательное предназначение. Ну, с кому-то суждено быть убийцей. Так не бывает, это выбор. Это выбор. В этом случае может предназначение что-то изменить, например. Ну, что-то изменить, если мы говорим. Ну, оно может вообще человеком никак не осознаваться. И у каждого, если взять убийц, то причина это делать такой выбор сделать, у каждого может быть своя. Но предназначением быть убийцей не может быть. А быть жертвой может быть такой выбор? Нет, это выбор. Ну, а как в семье, например, ребенок болеет, да, там очень серьезно. Для того, чтобы система, скажем так, семейная, там, чего-то сказать этой системе. И ребенок как бы умирает. Ну, как бы для того, чтобы система как бы получила какое-то осознание определенное. То есть семейная система? Да, да, конечно. Ну, смотрите, здесь же все равно есть выбор для того, чтобы именно вот, ну, скажем, прожить какой-то период жизни в конкретной семье. То есть это есть выбор. Для чего-то. Если говорить о предназначении, то это предназначено для чего? Для того, чтобы в семье была любовь. Для того, чтобы сплотить любовью, семью, например. Сплотить родителей. Не знаю, там еще какие-то вещи. То есть тогда мы говорим о предназначении. В тета-хилинге мы учимся тому, чтобы, говорить опять же, выполнить какое-либо вот такое предназначение без того, чтобы страдать. Без того, чтобы освободиться от программ жертвы, от программ страдания, от программ наказания, от программ преследования и так далее. То есть без этого. То есть использовать свое предназначение, ну, скажем, изменение на лучшую жизнь, именно через энергию любви, через энергию созидания, вдохновения, то есть через позитивные энергии. Ведь смотрите, тета-хилинг – это ведь тоже система убеждений. Это ведь тоже система убеждений. А мы с вами ходячие системы убеждений. Мы здесь с вами только потому, что у нас есть убеждения. Если у нас никаких убеждений нет, то ноль. Ну, тогда, значит, нам уже пора. Нам нужны здесь убеждения для того, чтобы развиваться. И в тета-хилинге мы, ну, скажем так, трансформируем, ну, скажем, отрицательные системы убеждений, которые направлены на наказание, на страдания, не знаю, на болезни, еще на что-то. Мы трансформируем их на программы, на системы убеждений, которые дают улучшение в нашей жизни. То есть нет, ну, скажем, никаких ограничений для совершенствования себя. Их просто нет. Если ситуация повторяется какая-то жизненная, значит, какой-то блок стоит. Возможно, что-то, да, еще не доработано. Как можно определить именно причину этого? Этот блок, выбрать из кучи блоков, которые вообще существуют или могут существовать? Смотрите, все очень индивидуально. То есть для этого есть система, техника, которая называется диггинг. Когда мы выясняем, исследуем. Это раскопка. Да, это раскопка. В раскопке мы исследуем. С практикой, с опытом это приходит, и это становится очень быстрым. То есть на начальном этапе, когда, вот как спортсмен, вот он же себя начинает тренировать, да? Сначала у него что-то там хрустит, что-то там где-то потянулось, где-то что-то болит. Но через какое-то время он начинает тренироваться, тренируется, все получается быстрее, ловчее, энергичнее. Точно так же мы здесь мозг тренируем, именно все так и происходит. То есть это все быстрее и быстрее, и потом это просто происходит, да? То есть это как образ жизни, я не знаю. Но я могу сказать, что я постоянно занимаюсь это хилингом. Субтитры сделал DimaTorzok